Здравствуйте, мои дорогие зрители и читатели! В Санкт-Петербурге мы встретились с маэстро Тедди Оушеном, с которым мы проводили совместный творческий вечер поэзии и музыки в Иерусалиме. Итак, перед этим знаменательным вечером я водил Тедди по Иерусалиму, по старому городу. Тедди очень понравилась эта небольшая экскурсия. И сейчас Тедди принимает нас в своем родном городе Санкт-Петербурге. Тедди в восьмом поколении, санкт-петербуржец, житель Санкт-Петербурга в восьмом поколении. Я москвич во втором поколении. Леора, Иерусалимка в первом поколении. Леора родилась в Иерусалиме. И вот мы втроем сейчас находимся в центре Петербурга. Находимся в центре Петербурга. Это выезд на Невский проспект. Эта улица называется улица Восстания. Вы видите впереди здание уже этого Невского проспекта. Он идет перпендикулярно. И мы выезжаем сейчас на Невский проспект. Главную артерию Санкт-Петербурга. Именно она, почему называется Невский проспект? Невская перспектива называлась она в Петровские времена. Она соединяет как раз центр города, где вот находится Московский вокзал. И соединяет его с Невой. Выходит прямо на Неву. Это один из трех лучей, так называемых перспективы. В конце этой перспективы Невской находится символ нашего города, адмиралтейства. Как там у Александра Сергеевича Пушкина? Сижу, читаю без лампады. И светла адмиралтейская игла. Вот сейчас мы эту иглу и увидим, когда нам загорится зеленый свет. Ну а пока добро пожаловать, дорогие Саша и Леора. Правильно я сказал? Правильно. Видишь, как я запомнил. Практически Пушкин. Будем посвящать тебе стихи. Ну вот. Так что зеленый свет нам загорелся. Сегодня нам просто по всем канонам вселенной нас просто поддерживает. Никаких пробок. Машин мало. Везде зеленые светофоры. Поезд пришел вовремя. Место для парковки море. На платной парковке, естественно. Вот так в Петербурге, конечно, проблемы. С парковкой увидите, что машины припаркованы на каждом свободном месте. Слева здание. Одно из самых первых. Первая ветка метро. Посмотрите, как интересно украшена эта площадь Восстания. Это метро. Красная ветка первая, которая была построена. И само метро само по себе является уже архитектурным ансамблем. Каждая станция имеет украшения с памятниками, с колоннами, украшенная мрамором. Различных цветов. Поэтому это очень все интересно. Мы обязательно прокатимся, я думаю, на метро. Слева вы видите здание московского вокзала, куда прибыли мои друзья. Саша с Леорой. С его дочкой прекрасной. И эта площадь, так и называется, площадь Восстания. Вот. Раньше она называлась, раньше первое царское время, она называлась Знаменская площадь. Но так уже и не стали возвращать ей название прежнее. Так она и осталась в площади Восстания. Здесь конец Невского проспекта. Его продолжение дальше уже называется Старо-Невский проспект. Вот. А Стеллу, которую вы видите со звездой, она была построена, поставлена в честь 40-летия победы над фашистской Германией. Это памятник людям, которые защищали этот город во время блокады. 900 блокадных дней. Моя мама тоже здесь была в блокаду. 17-летней девочкой закончила школу только-только. Вот она пережила здесь всю блокаду, награждена медалью обороны Ленинграда. Обороны Ленинграда. Ну вот. Вот нам загорелась стрелочка. Сейчас мы виниемся потихонечку. Выезжаем на Невский проспект. Вы мне прислали фотографию как раз Невского проспекта, да? Да, он был украшен, да. Это вот эти украшения ночью горят они как раз. Так, город очень красиво украшен. Но мы по вечернему городу сегодня еще обязательно прокатимся, посмотрим, как что. Сейчас проедем, просто проведу небольшую экскурсию. Итак, вы видите здание, которое здесь, Невский проспект. Это здание, здесь находятся все центральные магазины, офисы, находятся рестораны, отели. Самые фешенебельные, самые лучшие. Слева вы видите ресторан Невский. Здесь находится сейчас уже торговая станция метро Маяковская. Это связанная с площадью Восстания станция. Переход, так называемый, с одной линии на другую. То есть, красные ветки на зеленую. Вот, слева здание, сейчас вы увидите здание, которое так называемый Невский палас. Отель известный. Ну вот, здесь находится. И вы сейчас, если вы посмотрите вперед, то вы видите здание Адмиралтейства. Вот он блестящий. Шпиль? Шпиль, да. Который украшен символом нашего города, маленькая каравелла. Это символ города, что он является морским портом, морским городом. И именно этот город открыл окно в Европу для России. Мы пересекаем Литейный проспект. Ну, Литейный проспект связан с тем, что здесь жили литейщики. Литейщики. Именно здесь он выходит на Литейный мост. Через Неву мы сейчас выйдем на Неву, проедем, покажем, посмотрим. Слева здание дворец Белосельских-Белозерских. Красное, красивое здание. А справа? Справа это новодел сделали здание, отремонтировали его. Это дворцы, которые были посвящены для Белосельских и Белозерских. Это их дворец, как он называет. А впереди вы видите так называемый Анечков мост. Ленинградцы все называют его Анечков. Сейчас новое название Анечков. А, тот самый мост с конями, да, с бенунышами, с конями, да, да, да. Кони Клотто. А могу открыть этот самый люк, если бы что-то. Нет, видно хорошо. Но вот кони Клотто символизирует, так сказать, неукротимую Россию, которую пытаются многие украсть. Как раз закройте, чтобы звук было, чтобы вас было слышно. И слева вы видите белое здание, так сказать, Анечков дворец. Вот они, четыре кони Клотто. Смотрите, мы пересекаем реку Фонтанка и двигаемся по Невскому проспекту. Классический. Слева Анечков дворец белый. Здесь именно находилась резиденция. Здесь жили император, императрица, жена Александра Третьего. И сейчас здесь находится дом творчества юных. Раньше это называлось дворец пионеров. Вот твое пионерское детство это. Ты застал эти вещи. Здесь очень много кружков и так далее, и так далее, и так далее. Вот впереди уже начинает вырисовываться здание публичной библиотеки. Вот это серое здание. Именно Слатыкова Щедрина. А справа интересное здание, если вы посмотрите, это так называемый Елисейский магазин. Вот театр комедии купцы Елисеевы. Он есть в Москве Елисейский магазин и в Петербурге их два. Слева открывается перспектива Тамады Тамон, архитектор. Гостиный двор, желтое здание, длинное. Это один из старейших универмагов Санкт-Петербурга. Сейчас это крупный торговый центр, фирменная марка, гостиный двор. И башня, символ нашего города, Думская башня. Называется Думская площадь. Здесь находилась Российская Дума. Петербург же был столицей, царская врифь. И эта башня очень красиво украшена. Вечером мы обязательно посмотрим. Посмотрите, какой нам город подарил сегодня отсутствие пробок. Просто вообще нет машин. Может быть, уже все уехали на каникулы. Справа вы видите интересное здание. Если я чуть-чуть выдвинусь, может быть, вам удастся заметить. Я приближаю. Я понимаю, просто там в перспективе находится площадь искусств. Да, закрыли. И там памятник Пушкину. Здесь это снимешь, увидишь, может быть, посмотри. Русский музей и справа памятник Пушкину. Удалось снять? Ну, мы к нему подъедем. А вот сейчас по правой стороне какие крылья ангельские? Ангельские крылья – это дом Зингера. Так называемая, известная фирма Зингер. Машинки швейные. Помните, может быть, наверное, даже. Я не только помню, но у нас даже есть дома такая машинка. Представляете? У каждого Ленинграда есть эта машинка. Сейчас это здание вернули фирме Зингер. А внизу, это было в советское время, здесь был дом книги. Известнейший дом книги. Очень много книг. Но сейчас тоже там на первом этаже, на втором. А слева интересное здание, посмотрите, пожалуйста, открывается вам Казанский собор. Перед ним памятник Кутузову и Барклайде Толе. Это символ сегодняшней епархии, так сказать, она действующий собор. Архитектор Воронихин. Постройка 1832 года. Тут каждое здание имеет свое, так сказать, интересное название. Вот. Мы пересекаем сейчас улицы, так называемая, Большая Конюшина. Известный на универном делке. А слева, посмотрите, это дворец Строганова. Строгановский дворец. Здесь находится сейчас как бы и музей восковых фигур. Вот. Мы пересекаем Мойку. Река Мойка. Там дворцовая площадь, капелла. А вот здесь институт педагогический. Альма-Матер. Я заканчивал здесь педагогический институт. Желтое здание. Окей. Вот. Вот перед нами открывается Адмиралтейство. Шикарнейшее здание. Адмиралтейство – это бывшие верфи. Здесь строили корабли в Петровское время. Здесь, естественно, что, так сказать, связано все с морскими традициями. И сейчас в этом здании находится высшее военно-морское училище имени Дзержинска. Вот так оно называлось. По-моему, она сказала «Дзержинка». Так оно, наверное, называется. Ну вот. Мы выезжаем сейчас на красивейший ансамбль. Слева интересное здание. Здание, похожее на венецианских доджей в Венеции. Вот. Сейчас это здание находится. Здесь находятся административные офисы. Вот. Внизу косы Аэрофлота находились. Ну вот. Ну вот, похоже очень, если кто-то был в Венеции, здание доджей. Эта улица называется, уходит влево, Малая Морская, бывшая улица Гоголя. Центр весь переименовали, вернули старые названия практически всем улицам. И мы выезжаем с вами сейчас, увидим красивейшую перспективу. Невский проспект заканчивается. Посмотрите, какое здание. Не светло, а отбиралтейское игло. Мы выезжаем на Дворцовую площадь. Справа открывается перед нами архитектурный ансамбль Дворцовой площади. О май гад, какая красота! Смотрите! Вот. И этот ансамбль, в середине украшена Александрийская колонна, вознесся выше ягловой непокорной Александрийского столба. Высота этого Александрийского столба 46 метров. Он стоит за счет собственного веса, без каких-либо укреплений. Колонна стоит за счет собственного веса. Нет никаких фиксаторов. А здание, которое вы видите перед колоннами, это украшение нашего города. Это зимний дворец. Это так называемый армитаж, в котором создана большая коллекция Европы, картинку, культуры и так далее. Около 20 миллионов объектов. Чтобы пройти коллекции и постоять одну минуту, нужно затратить 90 лет в своей жизни. Здание желтое с белыми колоннами, справа украшающее. Именно отсюда революционные солдаты и матросы во время, так называемого, октябрьского переворота штурмовали зимний дворец, где находилось временное правительство. Арка. Арка главного штаба, она называется, военная архитектура, украшена. Сам ансамбль построен в честь победы над Наполеоном. Вы видите, украшен листом, и колесница, которая украшает арку главного штаба, номинет революционную колесницу победы. Архитектор, характерный, особенно в Велимейском здании, архитектор Карло Росси, итальянский архитектор, желтые цвета с белыми колоннами. Архитектор, который построил великий зимний дворец, Эрмитаж, который сегодня имеется. Архитектор, фамилия его известная, Бартоломео. Выезжаем с этого здания, вы видите, слева здание желтое, здание адмиралтейства, вот оно все, с белыми колоннами, да, в Карло Росси. И мы выезжаем на нашу прекрасную главную артерию Петербурга, водную артерию, она называется Нева. Посмотрите, пожалуйста, какая красота открывается перед вами. Это первый музей, впереди вы видите, мы проедем мимо него. Это первый музей, устроенный Петром Первым, кусткамера. А сейчас мы поворачиваем, впереди вы видите архитектурный ансамбль, так называемый, стрелки Васильевского острова. Там за мостом уже начинается Васильевский остров. Вообще, нужно сказать, что Петербург построен, основан на островах. Около 101 остров, на котором был построен Петербург, он соединен мостами между собой. Многие острова сейчас были соединены, каналы засыпаны, в связи с тем, что вода очень поднималась сильно. И вы видите слева здание Петропавловской крепости. Это так называемый символ нашего города, это дата основания города, связанная с первым камнем, который был заложен при постройке этой крепости. Она носила военное значение, не слава военное значение, в связи с тем, что она защищала Петербург от шведских кораблей, которые бились все время с российскими проведениями. А справа мы видим здание Эрмитажа. Мы проезжаем, это Зимний дворец. Смотрите, интересно, он соединен несколькими арфиладами. Это несколько зданий. Первое, Зимний дворец. Второе, Малый Эрмитаж, люди, там соединены на арфилады. Дальше, Эрмитажный театр. Вы видите, здание автористейно-освязи. Это все, собранные эксплуги. И мы пересекаем Зимнюю канавку, где у Александра Сергеевича Пушкина описана Пиковая дамя, Тройка, Семерка, Туз. Вот именно здесь Лиза бросилась, вот здесь в воду. Итак, Петербург, Эрмитаж, Петропавловская крепость. Мосты, которые соединяют острова. Вы видите, впереди Троицкий мост. Это всего в Ленинграде, в Санкт-Петербурге около 400 мостов. Самый длинный из них Троицкий мост. Порядка 600 метров он соединяет одну перспективу и другую. Мы сейчас выйдем на улицу. Я хочу вам показать тот дом, где я родился. Да, этот дом уникальный. Он здесь находится прямо на берегу, на набережной Невы. А мы сейчас хочу вас подвезти, чтобы вы отсняли самое красивое место, я считаю, в Петербурге. Это то здание, которое не видно с Невы, но оно важно для нас. Это Атланты. Знаменитые Атланты. Мы снова выезжаем на перспективу так называемого ансамбля архитектурного дворцовой площади. Вы видите. И здание, которое перед нами открывается, зеленое здание, это как раз Эрмитаж. С ним соединено еще одно. Пятое здание, которое не видно со стороны Невы, это так называемый модерновый Эрмитаж. И это здание украшено фигурами, статуями Атлантов. Я сейчас попытаюсь где-то остановиться здесь, вы можете подойти. И вот эта речка, вот это не речка, это зимняя канавка называется. Регендарная. Атланты видно? Или хотят подойти к ним? Просто мне туда нельзя, там кирпич. Или я попробую с той стороны сейчас попробую. Мы отсюда снимем, Лерин, как лучше? Ну, да. А хочешь рядом с ними сфотографироваться? Ну, в общем-то, это надо бы сделать. Хорошо, на счет. Сейчас я попробую проехать. А вот этот дом, который напротив, вы видите, это и есть Мойка-12. Вот тот дом. Это дом Пушкина, музей Пушкина Александра Сергеевича. Где он окончил правил последние свои дни. О, мы прямо выехали. Впереди вы видите Исаакиевский собор, красивейший. Посмотрите, какая панорама. Адмиралтейство, Исаакиевский собор. Мы выезжаем на Дворцовую площадь. И именно эту площадь я бы хотел вам показать с самого верха. Здесь, интересно, есть небольшой ресторанчик, где можно выпить кофе. Вот это все Эрмитаж, Зимний дворец. И мы снова выезжаем, и перспектива открывается для Атлантов. Вот она. Продолжаем нашу экскурсию. Эта улица получила, название ее старое, старское название, миллионное. Как шутили петербуржцы, здесь живут миллионеры. Но в подвалах, вот в этих маленьких помещениях, жили самые бедные люди. Впоследствии это были все жилые дома после революции. И в одном из этих домов жила моя семья. Мы жили в маленькой комнате, которая имела выход на перспективу Невских просторов. На Неву она выходила. Вот. Это прямо около мраморного дворца. Это солярные и синие, вы смотрите на нами. Это миллионная улица. Впереди, если ты посмотришь, мраморный дворец. А около него тот дом, в котором родился ваш покорный слуга. Да иди бы уж. Попробуем там остановиться. Потому что здесь очень интересные, конечно, красивые места. Покажите, в каком доме вы родились. Вот он слева. Да. Вот этот дом. Очень красивый. Дом характерный. Он до сих пор его. Нет, сейчас он уже отдан под... А какие тут? Вот эти три грации. Да, это три грации. Диана, флора и фауна. А вот это мраморный дворец. Сколько лет существуют эти грации? Постоянство 1815 года. Дома. Вот, считайте, сколько. Мы выезжаем на интереснейшую... Интереснейшее место нашего города. Как называть, слева вы видите мраморный дворец. Здесь находится памятник Александру Третьему находится. Он, смотрите внимательно, вот он сидит на коне. Вот. Туда можно зайти, посмотреть, будет пофотографироваться. Когда вот будет экскурсия по городу, вас, скорее всего, провезут. А справа сейчас открывается перед нами Марсово поле. Именно здесь... Почему называется Марсово поле? Потому что именно здесь проходили военные парады раньше, в царское время. А после революции здесь, в центре Марсово поле установлен, так называемый, вечный огонь памяти героев революции. Слева открывается поворот на мост. И веет памятник Александру Васильевичу Суворову. Генералиссимус. Единственный памятник, который был во время блокады, во время войны, не закрыт мешками. Вот. С песком от вражеских пуль. И так далее. Впереди летний сад, Саша. Субтитры сделал DimaTorzok.